МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали бы с позитивного. Пешеходный мост в Вязниках поставили на место. На днях Вязниковская ДРСУ завершила все необходимые работы. И теперь жители Зареченского района Вязников могут пользоваться путепроводом, как и раньше. Напомню, еще в декабре из-за подъема уровня воды в Клязьме мост пришлось развести. Виной всему аномально теплая для этого времени погода. Лед повредил тросы моста. А отрезанными от Вязников оказались 17 населенных пунктов, где проживает 715 человек, многие из которых работают и учатся в райцентре. Ситуация находилась на постоянном контроле главного управления МЧС России по Владимирской области. Для переправы по реке местные жители использовали моторные лодки. Ситуация не чрезвычайная, повторяющаяся каждой, но весной. Тем не менее, в тревожном ведомстве были готовы к такому повороту событий. Сейчас уровень воды в Клязьме снизился, что позволило свести мост. Кстати, путепровод поставили на место раньше срока. Эта ситуация происходит каждую весну, даже, наверное, посерьезнее. Почему? Потому что уровень воды в реке Клязьме повышается значительно выше, чем сейчас. Максимально мы фиксировали по нашим наблюдениям до полутора месяцев разводится мост. Это связано, во-первых, прежде всего, сначала с пропуском ледохода, затем, соответственно, со стабилизацией уровня воды в реке Клязьме. И потом он сводится. То есть, эта ситуация, она ежегодная была и до построения моста. Несмотря на то, что к середине января во Владимирском регионе наконец-то установились отрицательные температуры, традиционных крещенских морозов, скорее всего, не будет. Но это не помешает всем православным отметить один из главных праздников – крещения. А какое же крещение без купания в проруби? Где во Владимире можно окунуться в ночь с 18 на 19 января? И как спасатели вместе с полицией и Росгвардией будут следить за порядком? Подробности в нашем репортаже. В ночь с 18 на 19 января жители Владимирской области, впрочем, как и все России, отметят один из главных православных праздников – крещения. Считается, что в эту ночь после праздничной литургии вода во всех источниках становится святой. По народной традиции многие православные окунаются в проруби. В областном управлении МЧС рассказали о подготовке к празднику. Возле водоемов, где официально разрешено купание, дежурить будут 624 спасателя, 160 представителей органов местного самоуправления, 54 общественника и медики. В тревожном ведомстве отмечают – толщина льда для этого времени года недостаточная и вызывает опасения. На открытых водоемах ледяной покров составляет от 0 до 10 сантиметров, на закрытых – до 19. Массово выходить на такой лед небезопасно. На время крещения на базе МЧС будет развернут межведомственный штаб. Издано распоряжение губернатора о том, что в данный указанный период территориальная подсистема РСЧС и приказы начальника главного управления и главное управление будет переведено в режим функционирования повышенной готовности до 19.19. Органом местного управления осуществляется подготовка 52 мест крещенских купаний, в котором планируется участие 14 945 человек. Все места крещенских купаний должны быть подготовлены к 11.18. В Крещение в регионе пройдет 178 мероприятий, участие в которых примут примерно 27 тысяч жителей. Обращать внимание силовики будут на тех, кто любит повысить градус настроения за счет горячительных напитков. Так, в 2016 в праздник полицейскими были задержаны 322 человека в состоянии алкогольного опьянения, 224 за распитие спиртных напитков в общественных местах, 56 за мелкое хулиганство. У нас еще по области порядка 250 человек на маршрутах патрулированиях уже закрепленных будут нести службу сотрудники ППС, около 180 человек сотрудники ДПС и дополнительные приближаются именно к местам. Все едут на автомобилях, все хотят подъехать и, соответственно, если не регулировать и не ограничивать движение на подъездах, то будет транспортный коллапс. И вот слышу в общениях также с гражданами, что иногда даже пешими-то пройти не могут для того, чтобы обряд исполнить, скажем так. Главное праздничное богослужение традиционно пройдет в Успенском соборе. После ночной службы в церквях состоится обряд освящения воды. Говоря о крещенском купании, священнослужители не советуют окунаться в ледяную воду людям неподготовленным. «Человеку нужно, прежде всего, конечно, иметь трезвую голову, потому что это экстремальное занятие. Наверное, позволить могут только те, кто занимался, знаете, есть такое моржевание. Вот для таких людей, наверное, конечно, в этом будет никакого ущерба здоровья. Поэтому человеку, наверное, нужно трижды подумать, есть ли у него возможности физические, обладает ли он такой силой. Никак не должно сопровождаться каким-то принятием спиртных, алкогольных напитков. И без того это экстремальное состояние для человека погрузиться в эту ледяную купель. Но, тем не менее, в таком состоянии, конечно, это вообще и из духовной точки зрения, какую пользу человеку принесет». Во Владимире окунуться в проруби можно на озерах Семязина, Глубокая, Гусинка и в Заклязьминском. Кстати, до середины 1950-х существовала традиция окунаться в прорубь на Клязьме. В Судогодском районе подготовлено шесть мест для купания, в Сузале два. А вот Муром из-за аномальной декабрьской отепели может оказаться без крещенских купаний. Речь идет о переносе купели, которая в прошлом году была расположена прямо на набережной Аки. Им под силу распутать самые невероятные преступления. Для того, чтобы довести расследование до конца, эти люди готовы работать и днем, и ночью. Их неблагодарной работы никто не видит, но результаты очевидны. В прошлом году владимирскими следователями были завершены уголовные дела, среди которых раскрытие убийства менеджера магазина «Двери», доведение до суда резонансного дела черных риэлторов из Мурома и банды Сергея Захарова и многое другое. 15 января в России свой профессиональный праздник отметили сотрудники Следственного комитета. Официально он отмечается в 2011 году. Самостоятельной структурой следком стал в 2007. И, как правило, расследует самые резонансные и громкие уголовные и экономические дела. Ко всем прозвучавшим поздравлениям присоединяется и команда программы «Безопасность». Задержан Сергей Кошелев, бывшего начальника регионального управления Федеральной налоговой службы, подозревает в получении взятки. Вот что официально известно на данный момент. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального управления ФНС России Сергея Кошелева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Кошелева. Расследование уголовного дела продолжается. А вот похитители новогодней гирлянды во Владимире вряд ли грозит серьезное наказание. Пострадал от их действий фонарь на смотровой площадке Спасского холма рядом с Патриаршим садом. Момент кражи гирлянды зафиксировала камера наружного наблюдения. На кадрах видно. Пока молодой человек разматывает украшения, его спутница стоит на стреме. Инцидент произошел еще 29 декабря, но пропажу заметили только после новогодних праздников. Правда, обратиться в полицию не успели. Похитители гирлянды вернули украденное. Напомню, накануне Нового года похожее украшение было похищено и в городском парке культуры и отдыха. В том случае воришка также вернул гирлянду на место. К другим темам. Владимирские прокуроры помогут контролировать ход президентских выборов, обеспечив им максимальную прозрачность. Об этом заявила губернатор Светлана Орлова на встрече с работниками прокуратуры, которые 12 января отмечали свой профессиональный праздник. О том, как прошло торжество, расскажет Екатерина Гаврилова. Профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. Свою историю ведомство ведет еще со времен Петра Первого. А вот отмечать день прокурора начали лишь в 1996 году. В зале Владимирской филармонии собрались блюстители закона со всей области. Перед ними выступила губернатор Светлана Орлова. Глава региона отметила, в каких направлениях работу ведомства необходимо усилить. Например, прокурорам стоит уделить особое внимание лесному хозяйству, а именно незаконным вырубкам и частным лесопилкам. Кроме того, Светлана Орлова подчеркнула, что прокуроры помогут обеспечить прозрачность проведения в области мартовских выборов президента России. Важно, что во все ваши работы сделаны на социальных вопросах, на зоне сопротивления трудового, социального законодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, работы, оплаты пенсий, пособий, начисления полномальных платежей. Вместе с вами решаем проблему омановых дольщиков. В период с 2013-2016 года восстановили нарушенные крова более 270 человек. Введены в эксплуатацию пять проблемных квартирных домов в городе Галлиеве. В прокурорской обойме он с 2005 года. Старший помощник Суздальского межрайонного прокурора Арсений Шариков родом из Мурома. Но по долгу службы переехал в Суздаль, где занимается проверками в антикоррупционной сфере, а также следит за памятниками культурного наследия. Прошлой зимой Суздальский оборонительный вал 17 века был превращен в платную горку для катания на ватрушках. Случай был резонансным. Незаконную предпринимательскую деятельность удалось пресечь не без помощи прокуратуры. В ходе проверки нами было установлено, что предприниматель необоснованно занял объект культурного наследия, который относится к федеральному значению, это оборонительную волну города Суздаль. Организовал на них незаконное катание. Нами были приняты меры, и в ближайшее время такая услуга была прекращена, и жителям обеспечен был доступ и к церкви, и к непосредственному валу, где они могли фотографироваться, посмотреть на эту памятник. На торжестве было отмечено, Владимирская прокуратура активно участвует и в работе законодательного собрания. В прошлом году, к примеру, с участием ведомства был принят закон о правовой грамотности. И в завершение программы об успешной операции Владимирских полицейских. Они задержали в областном центре четырех наркокурьеров. Два их владимирцев, 23-летнего уроженка Чувашии и 22-летнего жителя Ставропольского края. У них были найдены 150 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массы более 74 граммов. По информации оперативников, молодые люди выполняли роли наркокурьеров для одного из интернет-магазинов. Синтетик они должны были сбыть, используя тайники-закладки. Изъятые наркотики предназначались для распространения во Владимирской области. Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». На время следствия один из подозреваемых помещен под домашний арест. Двое находятся под подпиской о невыезде. Еще один фигурант арестован. Сотрудники ОНК ОМВД проводят проверку на причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений, а также устанавливают каналы приобретения наркотических веществ. Ну а сегодня это вся информация. Следующий ЧП-обзор смотрите через неделю. До встречи на телеканале «Губерния-33» и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова